Вопрос трудоустройства встает, пожалуй, перед каждым выпускником вуза. Найти достойную вакансию подчас бывает не так просто. Чтобы у дипломированных специалистов не было проблем с работой, Ивановский энергоуниверситет ежегодно устраивает предварительное распределение. На масштабные мероприятия приезжают представители крупных отечественных компаний, предлагая студентам пройти практику, а в будущем возможно и трудоустроиться. Определяться нужно с третьего курса, когда начинается производственная практика. Уже тогда надо выбирать предприятие, которым заинтересовался, и можно пойти на работу. Это с одной стороны. С другой стороны, на такие мероприятия, конечно, приходить студентам младших курсов, наверное, нет смысла. Но по причине того, что... Ой, тут достаточно сложные вещи говорят, которые могут понять уже только выпускники. По традиции, один из стендов принадлежит концерну «Росэнергоатом». Его атомным станциям нужны высококвалифицированные кадры. Предлагают достойную заработную плату, поначалу от 40 тысяч в месяц. Плюс программы поддержки, помощь с жильем, разнообразные льготы для сотрудников и их семей. На четвертом курсе у нас зимняя практика будет, я ищу место для практики. Поэтому я хожу, расспрашиваю станции, которые приехали, о том, где и какие условия есть на каждой станции. А в дальнейшем, если я поеду на какую-то станцию, возможно, я туда и попробую, по крайней мере, устроиться на работу. Много предложений о работе в столице. Студентам теплоэнергетического и электроэнергетического факультетов рассказывают о перспективах трудоустройства в компании «Мосэнерго». Это, к слову, крупнейшая генерирующая компания московского региона, включающая в себя 15 электростанций. На начальных позициях это заработная плата где-то 42 тысячи рублей на руки, включая, получается, доплаты за сменный режим работы, за премии. Плюс к этому предлагаются социальные условия, это добровольное медицинское страхование, это по конкурсному отбору оплаты жилья в первые годы работы. Другой столичный гигант – институт по проектированию предприятий машиностроения, проект «Машприбор». Столичная фирма разрабатывает проект для строительства крупных заводов. Один из выполненных заказов – цех для производства военной техники, где собирают известные танки «Армата». Предлагаем оплачиваемую практику, оплата у нас от 25 до 50 тысяч рублей в месяц, это для студентов. Для выпускников предлагаем постоянную работу в нашем проектном институте, зарплата от 50 тысяч рублей в месяц, и в зависимости от того, насколько успешно будет сотрудник выполнять свои должностные обязанности, мы, конечно же, предлагаем повышение заработной платы. Требования к потенциальным сотрудникам, знания основ математики и программ для проектирования. Уже сейчас каждый третий сотрудник института – выпускник Ивановского энергоуниверситета. Наверное, главный вопрос студентов – это сколько платят и какие вообще есть карьерные перспективы. Как они сказали, зарплата у них, по-моему, от 50 тысяч рублей. Они каждый год к нам приезжают, и вообще знакомые люди, с ними часто общались. У них достаточно хорошее предприятие, хорошая заработная плата. Главная задача подобных мероприятий – обеспечить студентов производственной практикой, а выпускников – достойной работой. Эффективность подтверждает статистика. Более 70% энергетов находят работу по специальности, зачастую далеко за пределами Ивановской области. Максим Серебряков, Михаил Кенгур, ФРТВ, Иваново.